Приветствую всех, друзья! С нами снова Максим. Мы продолжаем с вами разбирать раутинг во втором, но уже не втором, уже на момент записи этого видео, четвертом ангуларе. И сегодня мы с вами поговорим на тему Route Resolver. Друзья, для того, чтобы понять, что такое Route Resolver, мы с вами посмотрим сначала, как работает наше текущее демо-приложение, которое мы скачали. Давайте посмотрим на Product List, как он работает. У нас есть Product List, и мы, например, хотим перейти либо на детальную, либо на Edit-страницу какого-то продукта. Давайте на детальную страницу. Смотрим внимательно, что происходит. Мы нажимаем, видите, на какое-то время была пустота, и после этого загрузилась страница. То же самое, когда мы заходим на Edit-страницу этого продукта, мы видим какое-то время у нас пустая шапка, ничего нет на странице, грубо говоря, и потом внезапно загружается компания, загружается информация. Почему, друзья, так происходит? Это происходит потому, что... Давайте зайдем в Product Edit Component. Что получается? На прошлом уроке мы с вами научились передавать различные параметры в Route. Разобрались и узнали, что нашей функции ng-on-init в нашем хуке, который происходит, когда инициализируется компонент, мы передаем ID продукта и начинаем тащить продукт. Этот продукт берется из продукт-сервиса и он вытаскивается асинхронно. То есть, мы видим, что у нас subscribe, то есть, возвращается observable. То есть, какое-то время нужно нам для того, чтобы вытащить продукт из нашей базы или выполнить наш API. И для этого нужно время. То есть, пока получается, что мы переходим на компонент. Компонент уже загружен. Значит, Route активирован, компонент загружен. Но какое-то время требуется для того, чтобы продукт, сам продукт загрузить из базы или потащить его по сети, да, из какого-то клауд, может быть, сервиса. Поэтому получается такой вот не очень приятный эффект, когда мы уже на компонент перешли. Видите, уже, значит, Route URL изменился, но компонента еще нет, данных нет еще. Данные должны быть куда-то загружены. И поэтому во многих приложениях может быть такой некрасивый эффект о том, что на какую-то страницу вы уже перешли, на какой-то компонент перешли, но данных еще нет. И показывается какое-то некрасивое, значит, какое-то некрасивое view. Может быть, пустые placeholder показываются, пустые, значит, данных еще нет. И потом, неожиданно, они появляются. Для того, чтобы этого избежать, мы можем пойти немножко с другой стороны. Мы можем загружать данные не внутри компонента, значит, не внутри компонента, а можем загрузить их до того, как перейдем на этот компонент. И для этого, друзья, нам понадобится Route Resolver. Значит, Route Resolver имплементируется как отдельный класс, как отдельный сервис. Давайте же напишем, значит, Route Resolver для нашего продукта, для Edit страницы и для Detail страницы. Для этого, друзья, мы создадим новый файл. Назовем его Product Resolver. И согласно naming convention, так как это сервис, у нас будет service.ts. И начнем писать. Ну, во-первых, так это сервис, он у нас будет injectable. Injectable. Потом мы с вами все dependency укажем. Значит, и это у нас будет класс, export класс. Мы назовем его, как и собирались, Product Resolver. И он будет у нас имплементировать базовый класс Resolver. И нужно указать, какой объект будет возвращаться как output параметр. Значит, iProduct у нас будет возвращаться. Почему iProduct, друзья? Это потому, что у нас есть класс Product.ts. И это именно тот класс, который возвращается, интерфейс, который возвращается как результат, как результат, когда метод, видите, getProduct, вот он возвращает именно, как вы видите, observable iProduct. Да, то есть iProduct это и есть то, что мы возвращаем. Давайте вернемся назад в Resolver. И хорошо, что Visual Studio Code понимает, как все dependency. Что-то тут у нас не понимает. Ну, давай, injectable, да, injectable, он понимает, что... Да, я немножко, я неправильно написал, не Resolver, а Resolve. И тогда он поймет, да, поймет о том, что нужно импортировать Resolve из Angular Router. Значит, также нам нужно импортировать iProduct. После того, как все импортировано, он говорит нам о том, что имплементировать интерфейс Resolve. Да, мы говорим имплементировать, и мы видим, что... Давайте я output type на другую страницу помещу, на другую строку, чтобы вам видно было. Значит, для того, чтобы, друзья... Да, давайте мы импортируем также Activated Route Snapshot, RouterState Snapshot, класс, да, все это из Angular Router, и также Observable из Reactive Extensions, Observable. Давайте, друзья, посмотрим на этот метод, что он из себя представляет. Представляет он собой... Значит, для того, чтобы имплементировать интерфейс Resolve, нужно имплементировать один метод Resolve, у которого два параметра. Первый это Activated Route Snapshot, который мы с вами уже знаем. Значит, представляет из собой текущее состояние активного раута, все параметры, опциональный, required, query параметры, да, мы с вами уже видели это. И второй параметр State представляет собой раутер... Значит, это объект типа RouterState Snapshot, представляет собой снэпшот текущего состояния всего раута. Хорошо? Всего раутера даже, да? Не раута текущего, а всего раута. И, как мы видим, это, конечно, очень мне нравится, как человека, программирующего в основном на C Sharp, когда в декларации он указывает все возможные типы output параметра. То есть, мы видим, что от Resolve мы можем возвращать либо напрямую продукт, то есть, уже готовый продукт, либо мы можем возвращать Observable от продукта, да, либо Promise. Ну, давайте мы будем с вами возвращать именно Observable как наиболее, значит, гибкий подход. Значит, мы будем возвращать Observable. Давайте вот перейдем все-таки на эту строку. Значит, Observable и Product. Удалим Defaultness Ровню и Error и начнем писать код. Значит, что мы хотим, друзья? Ну, мы, все, что нам нужно, фактически... Да, все, что нам нужно, фактически, это вытащить наш... Во-первых, нам нужно из текущего активного раута вытащить ID, да, то есть, помните, помните, как мы это делаем. Мы из текущего раута берем snapshot, берем, значит, из массива параметров, так как это уже snapshot, да, это уже snapshot, да, из массива параметров мы тащим параметр ID. Почему, друзья, параметр ID? Да потому что в наших раутах продукта, да, мы видим, что у нас по пути, значит, детальная и ID страницы, у нас параметр ID, да, мы будем передавать, который называется именно ID. И поэтому мы тащим его из массива параметров, и с помощью такого нехитрого трюка прибавлением плюса мы, значит, переводим тип у вас типа string в тип integer, да. И следующее, что нам нужно, это вытащить... Давайте посмотрим, как это делается в edit-компоненте. Значит, давайте посмотрим, как это делается в edit-компоненте из продукт-сервиса. Видите, продукт-сервис, значит, тащится getProduct. То же самое давайте мы сделаем и здесь. Мы возьмем вот эту декларацию продукт-сервиса. И для нашего класса точно так же создадим конструктор, конструктор. Это все, что нам нужно. Значит, импортируем декларацию продукт-сервиса. Немножко перенесем сюда. И точно так же напишем, что дай нам продукт из продукт-сервиса метод getProduct по ID. И все, что нам теперь нужно, это вернуть этот продукт. Так, друзья, теперь у нас есть... Что мы добились? Мы добились то, что мы дописали сервис, который имплементирует специальный интерфейс Resolve. И он у нас будет возвращать, в данном случае, observable от iProduct. А почему observable? Да потому что метод getProduct возвращает, как видите, observable этот продукт. Хорошо, друзья. Значит, теперь, когда у нас есть сервис, как и любой сервис, мы должны его, во-первых, зарегистрировать, а во-вторых, мы должны прописать специальную конструкцию в раутах. Значит, вот у нас есть раут, например, детального компонента. И теперь дополнительный параметр мы пишем, который называется Resolve. И здесь мы указываем массив, в которых перечисляем keyValueCollection. Значит, key у нас будет имя того, что мы хотим резолвить, и value будет Resolver. Значит, мы хотим, в данном случае, чтобы у нас был элемент product, и элемент product будет задаваться product Resolver. Давайте его импортируем. Теперь несем на следующую строку, чтобы красивее было, чтобы все видно было. Точно такую же конструкцию мы должны написать и в edit-компоненте, потому что для этого нам тоже нужно... Для edit-компонента мы тоже хотим подгружать продукт до того, как мы перейдем на этот раут. Здесь может быть любое количество объектов, которые мы хотим загрузить до перехода на раут. Например, нам может понадобиться второй продукт, какой-нибудь там, если у нас есть продукт, ну что угодно, например, я не знаю... Ордер, например, да, какой-нибудь у нас может быть, например, order Resolver здесь, да, то есть любое количество объектов, которые мы хотим загрузить до того, как мы переходим на конкретный раут. Значит, друзья, так как это сервис, как и любой сервис, мы должны зарегистрировать его в модуле, в модуле нашим ProductModule.ts. Давайте вот, где наши все сервисы. ProductResolver. И теперь в секции Providers мы должны зарегистрировать ProductResolver. Ну что, друзья, теперь давайте протестируем. Давайте протестируем. Итак, мы с вами обратим внимание, как теперь это работает. Если все работает, то мы должны сразу же переходить на готовые данные. Давайте зайдем, например, в Hammer. Видите? Так. Давайте еще раз. Работает это или нет? Нет, не работает. Что же не работает? Может быть... Ага, мой npm run погиб. Погиб Visual Studio Code. Отказывается работать, но... Да, terminate, пожалуйста. Хорошо, еще раз запустим. npm start. Так, запускается, запускается наш, запускается наш application. И теперь давайте посмотрим, как это работает с Resolver. Итак, друзья, нажимаем. Видим, что... Так, еще раз давайте посмотрим. Edit. Нет, не работает. Не работает. Давайте посмотрим, почему не работает. Так, мы зарегистрировали. Мы... Да, ну конечно же, друзья, почему не работает. Почему не работает? Да потому что мы ничего не делаем с этим объектом. У нас по-прежнему логика работает, как и прежде. Resolver работает. Resolver достает данные. Но теперь-то нам нужно модифицировать компонент. Начнем мы с detail компонента. И начнем модифицировать таким образом, чтобы старая логика сменилась новой. Итак, мы... Значит, начинаем модифицировать. В нашем ng on init нам уже не нужно тащить ID и product. Мы знаем, что у нас уже есть этот product, который передан вместе с раутом. То есть, теперь мы из снэпшота, но не из массива парамс, а из массива data начинаем тащить наши параметры. А параметр у нас называется product. То есть, теперь уже это не ID, а product. Так, уже полностью готовый продукт, который был загружен еще в Resolver до перехода на раут. И теперь мы смотрим. Раньше мы тащили продукт. И что мы делали? Да, ну все. Вот фактически наш продукт. Вот он он. То есть, теперь мы уже готовы. Нам не нужно ничего вытаскивать. Мы просто текущему объекту здесь product. Плюсик удалим. И теперь нам уже не нужен, нам не нужен get product. Нам даже не нужен, друзья, уже product service. Мы даже можем удалить декларацию product сервиса. Так, еще раз, друзья. Мы из текущего раута, из снэпшота, из массива data тащим элемент product. Почему, откуда, друзья, взялась сюда, да, product? Оно взялось, конечно же, из нашей регистрации, так как, помните, мы в нашем product ID для product detail компонента, значит, в элементе Resolv написали вот этот вот кей, который назывался product. Вот его там мы и тащим. Перейдем на product list, заходим на detail page, Hammer, например. И видите, друзья, теперь как стало работать. Теперь у нас есть небольшая задержка до загрузки. Почему? Откуда эта задержка? Потому что мы тащим продукт, но зато, когда переходим на конкретный продукт, он показывается моментально. Потому что данные уже подгружены, они передались вместе с раутом и могут моментально быть показаны на странице. Давайте же также модифицируем Edit Component. Давайте отсюда вот мы скопируем. Не будем копировать, так как мы в Edit Component, помните, мы по-другому делали. Мы делали по-другому. В Edit Component мы тащили из Obserable. Давайте то же самое сделаем. Так, где наш Edit Component? Вот Product Edit Component. Помните, здесь у нас был другой подход. Здесь мы из параметров подписывались на изменения. Почему, друзья, мы подписывались? А помните, было такое интересное замечание о том, что так как наш Edit переходит на Route Edit, и AdProduct также переходит на Route Edit, и мы знаем, что Angular 2, если компоненты используются, значит, если один компонент, мы переходим с одного компонента на тот же самый компонент, скажем так, то компонент не создается заново, используется старый. Поэтому метод ngOnInit не вызывается второй раз. И для того, чтобы избежать проблем с параметрами в раутинге, мы читаем их не из снэпшота, как мы сделали это здесь. То есть, видите, мы читаем снэпшоты из текущих данных. Мы читаем, мы подписываемся на изменения параметров. То же самое мы должны сделать с вами и для наших данных, которые были вытащены в резорвере. Мы должны не забирать их из снэпшота, как здесь, а мы должны подписаться на изменения данных в массиве Data. Поэтому что мы, друзья, делаем? Поэтому мы в ngInit пишем, значит, this route, но не парамс, а уже от data, data subscribe, да? И говорим, что когда data, значит, изменился, то мы, значит, будем тащить уже не ID, а целый продукт, не из параметров, а из data и по имени product. И теперь что мы должны сделать? Теперь все, что нам остается сделать, это вызвать этот вот метод ng, значит, он product retrieve, который раньше вызывался по вытаскиванию продукта, а так как у нас уже этот продукт есть, то все, что нам остается, это всего лишь вызвать его, значит, вот здесь. Да, теперь нам уже не нужен метод getProduct, можем его удалить. Продукт-сервис нам, тем не менее, все еще нужен, потому что он нужен для того, чтобы удалять, тут, видите, продукты сохранять, продукты, но ng onInit изменился значительно. Давайте же перейдем, посмотрим, как работает. Значит, точно так же, как и detail, мы нажимаем, небольшая задержка, компонент подружается, объект подружается, и моментально страница показывается. Так как мы подписались на observable, то переход на компонент с тем же самым раутом, с тем же самым раутом не вызывает проблем, видите, все работает. То есть, друзья, опять еще раз, у вас есть две возможности читать эти данные, точно так же, как и с параметрами раута. Вы можете либо брать их из статического снэпшота данных, которые поступили с активным раутом, либо вы можете подписаться на динамическое изменение этих параметров. Опять же, вот этот метод, он более динамичен, потому что вы никогда не знаете, как в будущем в компоненте в вашем приложении изменится. Может быть, вы как-то его, значит, рефакты какой-то проведете. Поэтому, конечно, вот такой он более динамичен. Но если вы уверены, что вы не будет такого, что вы с одного компонента переходите на тот же самый компонент, пусть и с другими данными, то используйте более простой вариант, читайте снэпшота. Хорошо, друзья. Ну, следующее еще замечание по поводу резолвера. Это то, что резолвер – это замечательное место для того, чтобы производить различные проверки данных. Так как, видите, сейчас мы просто пытаемся тащить продукт, но представим себе, что произойдет, если, например, ID будет какой-то неправильный. Представьте себе, если кто-то введет, например, ID вместо 10, просто руками модифицирует его и напишет вот тут, что он идет такое, то наше приложение вроде как и переходит по этому рауту, но мы не сможем вытащить ID, мы не сможем вытащить продукт, и видите, фактически оно не работает нормально. Поэтому резолвер также является хорошим местом для того, чтобы производить всякие проверки. То есть, вот здесь вы можете писать различные if, там, есть ли ID, not a number, и что-нибудь такое. Точно так же можно проверять что-нибудь с продуктом связанное. Ну, например, давайте мы напишем, что... Значит, давайте мы напишем, что... Ну, например, вызовем метод map для observable, и скажем, что... Значит, если... Значит, вот наш продукт, который пришел, и напишем здесь, что, например, если продукт, то есть он если не равно нулю, то мы его и вернем. А если... А если он равен нулю, то, соответственно, если объекта продукт нет, то здесь мы можем совершать совершенно различные операции, мы будем совершать какой-то логинг, да, напишем в какой-то продакшен системе, куда-то запишем месседж о том, что product goodnotbill3, вот, например. Тут же мы, например, можем перебрасывать юзера на какой-то нормальный путь, да, чтобы такого не было, как мы только что с вами смотрели, видите, к этому перебрасывают в никуда. Ну, и делать какой-нибудь базовый return, например, нуля, да, так как что-то нам всегда нужно возвращать. Но самое главное, что мы можем здесь логин делать, навигацию юзера, точно так же мы сможем, например, методом catch, да, ловить какие-то ошибки, ловить какие-то ошибки, которые точно так же мы можем с вами производить логинг этой ошибки. Значит, это что-то за catch, друзья. Так, если у нас какая-то проблема будет при вытаскивании продукта, observable, точно так же здесь мы сможем перебрасывать юзера на какой-то, на какой-то нормальный путь, там, например, на страницу ошибки, написать в этой странице, что такого продукта не существует. Ну, давайте, ради разнообразия вернем observable of null. Никакой разницы нет между вот этим и вот этим. Просто я хотел показать, что resolver – это хорошее место для того, чтобы производить различные проверки. Ну что, друзья, ну, ага, и самый последний, давайте, самую последнюю такую вот интересную штуку покажу вам, что у resolver'а существует еще альтернативный, скажем так, синтаксис. Значит, нормальный синтаксис – это то, что я вам показал, это создание сервиса, да, имплементация метода и вот все, как мы с вами посмотрели. Но есть еще такой упрощенный, скажем так, альтернативный подход. Представим себе, что значит, мы сейчас находимся в провайдерсах, в модуле, там, где мы зарегистрировали наш продукт-резолвер, но мы можем с помощью такого специального синтаксиса, скажем так, зарегистрировать еще один резолвер и зарегистрировать его так вот декларативно, то есть с каким-то таким стринговым именем, скажем так. Как это делается, друзья? Здесь мы объявляем новый объект и даем 2, значит, два параметра. Первый называется provide, да, и тут мы указываем имя нашего резолвера, да, как стринг, ну, например, давайте у нас будет какой-то data provider, назовем его, да, data provider. Второй параметр должен называться useValue, useValue, и вот здесь-то мы и помощью анонимной функции мы и можем возвращать какие-то данные. Вот тут-то мы можем вызывать наши сервисы, мы можем то же самое написать, как и в как в резолвере, весь этот вот код, вот этот вот код мы могли бы сейчас скопировать, вот один в один, да, и вставить его вот значит, вот сюда, в return. Ну, давайте тут ради разнообразия, ради интереса, вот вернем какой-то объект, например, у него будет ID 5, value test, да, например. Просто хочу вам показать. И, конечно же, как я и говорил, вместо того, чтобы задавать какого-то статически, здесь мы можем писать целый, весь код, такой же, как мы и написали бы в методе resolve нашего класса резолвера. И потом, друзья, для того, чтобы использовать этот вот новый резолвер в таком альтернативном варианте, нам нужно в компоненте, в рауке, вот здесь вот, вместо того, чтобы, ну, не вместо того, чтобы, вместо того, чтобы, так как у нас нет объекта, да, то мы, давайте представим себе, что мы хотим еще второй параметр какой-то resolve, который будет называться там data, например. И так как у нас нет теперь никакого объекта, да, никакого класса, то нам нужно в виде стринга задать имя нашего резолвера, data provider, да, который вот мы здесь создали. И тогда Angular, он, когда дойдет до вот этой логики, начнет по каждому параметру смотреть, является ли это классом, либо является ли это вот таким вот альтернативным декларацией вот такого типа. И будет резолвер либо из класса, либо отсюда. Но смысл такой, друзья, что вы должны понимать, что есть два типа объявления резолвера. Либо классом, либо вот таким специальным объектом с двумя параметрами provide и use value. Ну, конечно же, мне, например, как человеку пришедшего из object-oriented, strongly typed, вон, да, да, скажем прямо, мне больше нравится описать четкие, нормальные классы. Но, друзья, вы знаете теперь, что у вас есть такая возможность. Давайте удалим, удалим его. Но фактически разницы никакой нет, как писать. По сути, это одно и то же. Ну, все, друзья, мы с вами посмотрели сегодня на раут резолверы, выяснили, что они нужны для того, чтобы префетчить, значит, доставать данные до того, как произойдет переход на раут, и нужно на вот для того, чтобы сделать юзер experience более, ну, более понятным, да, чтобы избежать вот этих вот некрасивых моментов, когда мы переходим на раут, а еще данных нет, и мы вынуждены показывать какие-то пустые плесхолдеры, какие-то пустые страницы, или какие-то крутящиеся индикаторы. Все, друзья, с вами мы встретимся, в следующем видео, с вами был Максим, всего хорошего, пока-пока.